Здравствуйте, друзья! С вами Иванова Галина. Стала поливать свои цветочки. И думаю, дай посмотрю, как у меня укореняются тайталы. Может, чем-нибудь порадует. А не возьми меня, да порадуй. Поэтому сейчас вам покажу, расскажу, как укореняю, покажу, какие корешочки. Укореняю я вот по такими стаканчиками, в таких тепличках. Расскажу, что мне здесь не очень нравится. Вот, смотрите, вот такой череночек верхушечный получается. Вот, укореняла я 24 января сегодня... Ой, простите. Да, это я так черенковала, написала. 24 января, так сейчас заметила, что ошиблась. 24 марта. Интересно, здесь тоже так написала? Да, как здорово, как интересно. Почему было 0,1, даже не знаю. Ну, да укореняла 24 января. Тьфу. Укореняла 24 марта. С января они бы уже сгнили давным-давно. Вот, и смотрите, на 31 марта у меня вот здесь такие очень хорошие корешочки. Так что я думаю, что они, наверное, даже появились пораньше. Может быть, день-два назад. Потому что здесь они такие довольно хорошие. Сейчас не сниму наклейку, потому что здесь, вот видите, в этом стаканчике, который у меня тепличкой, там вот довольно влажно. И сейчас еще расскажу, как дальше делать, чтобы они хорошо развивались. Вот эти череночки. Вот этот вот меня порадовал. Он еще и подрос за это время. Не были такие большие. И вот этот тоже меня порадовал. Вот, видите, здесь тоже у меня такой влажный очень. И вот здесь вот у меня тоже такие довольно хорошие корешочки. Вот. Ну, за 7 дней, мне кажется, результат очень хороший. Правда, не все так укоренились еще. Вот этот, который укореняла я с одним листиком, есть у меня и такие способы укоренения. И они, в принципе, тоже хорошо работают. Но он пока еще не радует. Пока я не вижу здесь корешочков. Но выглядит он хорошо. Так что думаю, что тоже здесь все будет хорошо. Теперь смотрите, если вот так резко снять стаканчики, то он может немножко потерять тургор, поскольку здесь была стопроцентная влажность. Конечно же, в комнате нет. Поэтому открывать нужно постепенно. То есть я вот открыла, теперь по-хорошему нужно открыть где-то так, ну, наполовину его. Но растение подросло, делать это со стаканчиками неудобно. Я возьму пакетики и поставлю их в пакет целлофановый, но не буду закрывать. Ну, чтобы они постепенно адаптировались к новой влажности. Иначе у меня были такие случаи, хотела сказать, по молодости, по неопытности, что черенки, хорошо укоренившись, ну, как-то плохо себя чувствовали. Поэтому я делаю так. Если вы поделитесь, как вы делаете, я буду вам весьма признательна. Мне не нравится укоренять вот в таких тепличках, поскольку здесь маловато места для растений. А питуньи растут такие лопушистые, хоть они были меньше, можете мне поверить. Видите, немножко вылазит за стаканчики. Поэтому я сейчас делаю вот в таких. Стараюсь ставить в плошки и накрывать целлофаном. Но, видите, плошки не очень высокие, поэтому я придумала еще один способ. Сейчас вам покажу. Я нашла вот такую коробку. Старая коробка, посылка в ней приходила. Подняла у нее, так скажем, уши, закрепила, то есть сделала ее высокой. И вот у меня череночки теперь стоят вот так под пленкой здесь. Здесь больше места и листочком не так они. Ну, я не знаю, такого опыта у меня не было. Может быть, наоборот, мне кажется, что здесь влажность будет поменьше, чем, конечно же, здесь. Ну, вот не знаю. Так пока не укореняла. О результатах расскажу, если интересно, позже. Ну, а вы, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как вы укореняете ваши череночки. За сколько они у вас укореняются. Вот, мне будет очень интересно узнать. Кстати, пасынки томатов тоже классно укореняются буквально за неделю. Тоже где-то под пленкой, либо в стаканчиках. Вот, поэтому, если вот эти способы у меня получатся, укоренение в коробках, так скажем, в боксах, то я буду использовать такой способ укоренения. Ну, или вернусь обратно к стаканчикам. Буду брать, может быть, стаканчики побольше. Ну, не знаю, пока вот укореняю таким образом. Ну, за 7 дней такая хорошая корневая мне, например, очень понравилась. Вот, поэтому способ довольно хороший, простой, как я думаю. Я 7 дней к ним не подходила, даже не трогала, чтобы лишний раз не нарушать, но поскольку они касаются, как бы, ну, стаканчиков немножко, чтобы их не тревожить, я их не трогала, не поливала, ничего, не проветривала, даже не проветривала. Вот, ну вот, хотела поделиться с вами своей радостью. Тайдальчиков у меня стало немножко больше. Теперь я их пока поставлю в пакеты, чтобы они постепенно привыкали к более сухому воздуху, как я сказала. Ну, и надеюсь, что они тоже меня будут радовать этим летом. Все, друзья, если напишите что-то в комментариях, я буду вам очень признательна. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Ну, если не понравилось, ставьте дизлайк. Буду снимать какие-то другие, возможно, форматы. А может и нет. Ну, все, друзья, на сегодня все. Крепкой вам рассады и в скором будущем красивых цветов. Весна все ближе. Субтитры сделал DimaTorzok